Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как можно прокачать оболочку MIUI 12 на смартфонах Xiaomi. Первое, с чего мы начнем прокачку MIUI 12, это создадим свою тему. Что для этого нужно? Для этого необходимо зайти в магазин тем. В магазине тем очень много доступно тем для скачивания. Я же уже скачал темы, захожу в темы и у меня здесь 7 тем. Кстати, обзор полный на эти интересные темы у меня уже на канале есть. Кому интересно, ссылка будет в подсказке. Так вот, сейчас из всех этих тем я выберу самые лучшие компоненты и соберу одну свою лучшую тему. Что мне для этого нужно? Возвращаюсь в предыдущее меню и меня интересует пункт компоненты. И здесь у меня доступны пункты, которые изменяют как раз таки темы. Допустим, захожу в стиль блокировки и теперь из установленных тем могу выбрать самый лучший стиль блокировки. Мне нравится вот этот стиль блокировки темным цветом, который с большими часами. Применяю. Возвращаюсь в предыдущее меню. Теперь сами иконки, значки на рабочем столе. Из всех этих тем можно выбрать лучшие значки. К примеру, мне нравятся вот эти в стиле iOS. Выбираю и применяю. Возвращаюсь в предыдущее меню. Далее телефон. Здесь какая у меня будет звонилка. Ну, выбираю любую, к примеру. Следующая анимация загрузки смартфона. Мне нравится из этой темы Back. Я выберу как раз таки ее. Применяю. Далее строка состояния. Шторка. Выбираю та, которая мне больше всего понравилась. Ну, допустим, вот Android 11. Применяю. Возвращаюсь в предыдущее меню. Здесь выбираем сообщение. Любое выбираем, которое больше понравится. Применяем. Далее рабочий стол. Выбираем рабочий стол, который мне больше всего понравился. Выберу вот Nokia, допустим. Применяю. И мелодия загрузки. Мелодия при включении. Здесь вообще вариантов очень много. Можно выбрать любой. Все. Когда я все компоненты выбрал и сделал свою лучшую тему, в самом низу нажимаю кнопку «Сохранить тему». Сохраняю текущую тему. Возвращаюсь в предыдущее меню. Захожу в темы. И вот как раз таки моя тема, которую я собрал сам. Выбираю и применяю. Отправляюсь на рабочий стол. У меня значки iOS, виджет, рабочий стол с темы Nokia, экран блокировки с другой темы. Загрузка другая. Другая мелодия включения. И вот таким вот легким способом можно собрать тему из различных компонентов других тем. Так, и это еще не все. Продолжаем далее прокачивать оболочку MIUI 12. Теперь я хотел бы выбрать другой шрифт, отличный от MIUI 12. Захожу в темы. В строке поиска ввожу Mobi на английском. Вот таким вот образом. Нажимаю кнопку поиска. Опускаюсь в самый низ. Блок шрифты. Нажимаю кнопку «Еще». И здесь много различных шрифтов. Выбираю, который мне понравился. Загружаю и применяю. И для того, чтобы активировался шрифт, необходимо перезагрузить смартфон. Перезагружаю. И теперь, что у меня получается. Тема, собранная из различных тем и совершенно другой шрифт. Оболочка MIUI 12 уже смотрится как-то более уникально. Не как обычно. Если вы захотите вернуть шрифт, который был установлен по умолчанию в MIUI 12, для этого захожу в темы, выбираю темы. И далее мне необходимо просто переприменить тему, которая стояла ранее. Требуется перезагрузка, перезагружается и шрифт остается тот, который был по умолчанию. Следующая настройка будет актуальна, если медленный смартфон. Можно снизить немного плавность, тем самым снизить нагрузку на процессор и на видеочип. Захожу в настройки «О телефоне», «Версия MIUI». Кликаю до тех пор, пока не будет написано «Вы стали разработчиком». Возвращаюсь в предыдущее меню, опускаюсь вниз, «Расширенные настройки» для разработчиков. Опускаюсь ниже до пунктов «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». Здесь можно изменить значение на 0.5x. Телефон будет не такой плавный, но если телефон медленный, то снизится нагрузка на железо смартфона. И теперь посмотрите, как у меня все летает на смартфоне. Если плавность нужно будет вернуть, заходим опять в это меню и выставляем 1x, как было установлено. При помощи следующей настройки можно больше значков поместить на одном рабочем столе. Для этого делаю щепок на рабочем столе, нажимаю «Настройки», «Сетка рабочего стола» и можно установить формат 5х6. Готово. Теперь у меня больше значков помещается на одном рабочем столе. Следующее, для удобства работы с приложениями на рабочем столе, делаю щепок на рабочем столе, «Настройка», «Еще», «Рабочий стол». Первоначально установлен классический. Я же выставляю функцию с меню приложений. Применяю и отправляюсь на рабочий стол. И теперь на любом рабочем столе у меня отображается стрелка вверх. Я могу сделать свайп снизу вверх и у меня отображаются все приложения. Далее они разбиваются по категориям. Вот общение, развлечение, фото, инструменты и так далее. Игры. Также есть удобный скролл, при помощи которого можно по буквам искать приложение. Либо внизу строка поиска, где можно быстро и молниеносно найти любое установленное приложение на смартфоне. Еще можно поиграться с размером иконок. Для этого опять делаю щепок на рабочем столе, захожу в «Настройки», «Еще», «Размер значков». Первоначально установлен S-формат. Можно сделать крупнее, либо мельче. Тут уже на ваше усмотрение. Вместе с изменением иконок меняется и шрифт. Он становится либо крупнее, либо мельче. Продолжаем прокачивать MIUI 12. Далее, если я на рабочем столе делаю свайп слева направо, у меня появляется лента виджетов. Я ей, как правило, не пользуюсь. Как это можно отключить? Делаю щепок на рабочем столе, «Настройки», «Еще», «Лента виджетов» отключаю. И теперь на рабочем столе делаю свайп влево, «Ленты виджетов нет». Далее, если зайдем в меню многозадачности, здесь отображается блок с предложениями. Я им не пользуюсь и вверху не отображается состояние памяти оперативной. Обратно делаю щепок на рабочем столе, «Настройки», «Еще». Показывать состояние памяти включаю, а показывать предложение выключаю. И теперь захожу в меню многозадачности. У меня нет этого блока, которым я не пользуюсь. И вверху справа у меня отображается количество свободной памяти из общего оперативной. На рабочем столе есть виджет быстрого поиска Google. Я им не пользуюсь и, как правило, его убираю. Еще добавляю удобный виджет, делаю щепок на рабочем столе, нажимаю «Виджеты» и вот он есть виджет «Очистка». Отправляю его на рабочий стол. Когда телефон работает медленная и загруженная оперативная память, нажимаю и происходит очистка оперативной памяти. Еще можно обновленную шторку MIUI 12 настроить под себя. Для этого опускаю шторку вниз, нажимаю на значок «Редактирование». Здесь ненужные компоненты можно убрать кнопкой «Минус», либо дополнительные кнопкой «Плюс» добавить. А также можно перемещать функции местами вот таким вот образом, как вам более удобно. После чего необходимо нажать кнопку «Готово». На этом все, друзья. Показал вот такие вот простые, но полезные фишки для оболочки MIUI 12. Если видео было полезным, поддержите меня лайком. Всем пока!